Добрый день! Я Казахстан Михаил, сертифицированный инструктор Международной Ассоциации по кинезидной пиронии. Эти и следующие видеосюжеты будут посвящены классическим аппликациям в различных эллинических состояниях. Я настоятельно рекомендую перед применением данной методики пройти официальные курсы, проводимые Международной Ассоциацией кинезидной пиронии. Сейчас я покажу аппликацию для расслабления дельтовидной мышцы. Сразу же хочу сказать, что перед аппликацией кинезиотейпом вы должны проверить тем или иным мануальным способом, который вам доступен, состояние дельтовидной мышцы и определить, что действительно именно ей нужно расслабление. Это может быть как мануальное мышечное тестирование, глобальное прослушивание его остеопатии или просто пальпация. Так или иначе, обязательно проверьте состояние дельтовидной мышцы перед аппликацией. Основа аппликации заключается в так называемой Y-образной полоске Это участок тейпа, разрезанный посередине с оставленным якорем на конце Для того, чтобы сделать аппликацию на дельтовидную мышцу, мы ее будем оклеивать по периферии Якорь, то есть неразрезанная часть, будет наноситься в район дельтовидной бугристости, то есть место крепления дельтовидной мышцы Наносим с нулевым процентом натяжения в нейтральной позиции руки После этого для прикрепления переднего хвоста тейпа просим пациента завести, если это возможно, руку за спину Если это невозможно, любым, опять же, удобным для вас способом натягиваем ткани, находящиеся в проекции дельтовидной мышцы После этого наносим аппликацию с 15-25% растяжения кинезиотейпа на терапевтической зоне И оклеиваем мышцы по периферии После этого якорь или конец тейпа наносится точно так же без натяжения Важная часть, обязательно активируйте адгезивный слой, то есть разотрите кинезиотейп После этого у нас, как вы видите, остается второй якорь Для этого, опять же, для максимального растяжения ткани, в данном случае заднего пучка дельтовидной мышцы Просим пациента положить ручку на противоположный плечо, тем самым растянув ткани После этого наносим 15-25% растяжения оставшейся кинезиотейпа И оклеиваем мышцы, я повторюсь, по периферии Для чего и почему оклеивается мышца по периферии, более точно и более понятно Вам станет после прохождения официальных семинаров Точно так же происходит активация адгезивного слоя Растя ранее После этого опускаем ручку И перепроверяем, перетестируем мышцу, опять же, тем способом, которым вы пользовались до этого Это может быть либо мануальное мышечное тестирование, после которого гипертонус мышцы уходит Если, опять же, аппликация сделана верно Либо пальпаторно мышцы становятся более отрелаксированы, если хотите Это то, что касается классической аппликации дельтовидной мышцы Также я вам предлагаю сделать еще дополнительную аппликацию на средний пучок дельтовидной мышцы Простым и образным тейпом Он также считается классической аппликацией именно для среднего пучка дельтовидной мышцы Для этого мы измеряем от дельтовидной бугресси до кармельного ключевого сочленения участок генезитейпа Разрезаем Безусловно, лучше пользоваться хорошими ножницами Закругляем концы Разрываем подложку И ограничиваем будущую терапевтическую зону от якоря Якорь наносится точно так же в район дельтовидной бугристости Кстати, хочу сказать Как правильно носить якорь и для того, чтобы эффективно и правильно работала аппликация Вы точно так же узнаете, пройдя наши официальные курсы Еще раз повторюсь Мы наносим якорь ниже дельтовидной бугристости Без натяжения Снимаем подложку с терапевтической зоны полоски После этого просим пациента максимально опустить плечо Прижать руку к себе Опять же максимально для того, чтобы растянуть ткани среднего пучка дельтовидной мышцы И с 15-25% натяжения наносим аппликацию После этого отграничиваем терапевтическую зону от нашего будущего конца И наносим его с нулевым процентом натяжения После этого активируем обвязивный слой В данном виде аппликация считается грамотно выполненной И я даю 100% гарантию, что она будет рабочей Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok